Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English Practica. С вами Елена Вагнистая, его ведущая, и сегодня мы с вами начинаем тему способы выражения будущего в английском языке. Будущее в английском языке выражается, скажем так, немножечко не так, как нам бы хотелось. Нам хотелось бы, чтобы мы всегда использовали future simple, который мы с вами помним очень хорошо со школы, там, с начальной школы, да, что это future значит будущее, но в английском языке далеко не всегда можно обойтись одним future. И нередко именно настоящие времена, времена present, а также заменяющие конструкции позволяют нам сказать о будущем. Причем это происходит, скажем так, даже чаще, чем хочется, друзья мои. Мы тот же принцип используем в русском языке. Например, я могу сказать, завтра я иду в кино, фильм начинается в 7. Я использовала иду и начинается, то есть настоящее, как бы, да, но при этом я думала о будущем. Я сейчас не иду, фильм сейчас не начинается, но я использовала форму настоящего. То же самое, тот же самый принцип есть у нас в английском языке. И давайте теперь посмотрим, скажем так, обзорно, какие у нас есть способы и обратим внимание конкретно на тематику нашего урока сегодня. Итак, вот в этой табличке собраны самые популярные способы выразить будущее в английском языке. Обратите внимание, что мы не все их будем проходить в этом уроке. У нас аж до 24 юнита тема тянется. В 25 юните мы еще и начинаем условные предложения. Но давайте с вами вспомним, что мы можем использовать present simple для того, чтобы говорить о будущем. В этом случае мы будем говорить о расписании, о том, что происходит по графику. То есть происходит, как, например, сеанс в кинотеатре. Смотрим, например, I see the doctor tomorrow. Я вижусь с доктором завтра. Как всегда. Например, у меня с ним назначены регулярные консультации на одно и то же время на протяжении, я не знаю, месяца-двух. Я к нему иду на работу, на эти консультации на одно и то же время. И поэтому я говорю I see the doctor tomorrow. Контекст. Слово see, то есть present simple, настоящее время. И tomorrow именно в том, что я это сделаю по расписанию. Смотрим следующий пример. I am seeing the doctor at 2. Я увижусь с доктором в 2. Обратите внимание, что когда мы используем present continuous, I am seeing, am seeing, present continuous, даже глагол see можно использовать в нем. Ну, правда, здесь у нас устойчивое выражение. See the doctor видится с доктором. See как бы в переносном значении используется. Так вот, друзья, если мы хотим сказать, что у меня что-то произойдет, потому что я для этого все сделала, я спланировала действие. То есть когда мы говорим о личном плане и о разовом действии, мы используем present continuous. То есть, например, отличие от первой ситуации в том, что у меня I see the doctor. Это не разовое действие. I am seeing the doctor. Это разовое спланированное действие. Следующая заменяющая конструкция для будущего времени, это оборот be going to. Be будет меняться по временам, по стандартным правилам. Am is our? Was where? Да. I am going to see the doctor. Я собираюсь увидеть доктора. I am going to обозначает, что я хочу это сделать, но, например, я еще не записалась. Оборот be going to выражает намерение, но при этом вы еще как бы не спланировали действие, но намерение его осуществить все-таки есть. То есть, это ближе к намерению. И, наконец-таки, вот в самом конце future simple. Будущее простое время. I will see the doctor tomorrow. Я увижу доктора завтра. Наверное, скорее всего. Я не знаю. Я к нему не записалась. Я не позвонила, не узнала, какое у него расписание. Но я так себе думаю, приду к его кабинету, постучусь, и, может быть, доктор меня примет. То есть, когда у вас нет плана, нет намерения, просто вы считаете, что такое действие возможно в будущем, вы используете future simple. Предположения насчет будущего. Вот у нас четыре способа. Все их будем разбирать подробно далее. Но present simple и present continuous все-таки мы разберем в этом уроке. Окей, давайте посмотрим примеры. What time does a team meeting begin? They always begin at 9 o'clock on Friday. В какое время начинается встреча команды team meeting? Она всегда начинается в 9 часов в пятницу. Если я, например, новый сотрудник в компании, мне рассказали, у нас каждую пятницу собрание нашего коллектива, team meeting эти. И я забыла, я забыла, я помню, что это действие происходит по расписанию, я просто забыла, когда. Поэтому я спрашиваю, what time does a team meeting begin? И мне отвечают, they always begin at 9 o'clock on Friday. Does begin и begin в ответе, это все примеры present simple, стандартные правила. Здесь вообще ничего не меняется, меняется только смысл. Смотрим второй пример. We are beginning at 5 tomorrow. Don't forget. Мы начинаем завтра в 5, не забудь. То есть у нас все для этого спланировано, мы уже пригласили тех, кто будет с нами, например, на этой встрече находиться. Все спланировано, мы это сами сделали, встреча у нас разовая. Я лишь напоминаю, we are beginning at 5 tomorrow. То есть все по плану, по плану начало завтра в 5. Это наш план. Don't forget, не забудь. Our meeting is going to begin at 5, if the manager isn't late. Наша встреча начнется в 5, если менеджер не опоздает. Здесь я выражаю намерение начать таки эту встречу в 5. Вроде как все для этого как бы сделано, но вот насчет менеджера не могу предположить. Придет он, не придет. If the manager isn't late. Обратите внимание, я использую isn't. Present simple, потому что if the manager isn't late, это у нас пример условного предложения об этом в 25. Unity. Почему именно так? Почему опять настоящее, хотя вроде бы говорим о будущем. Ну и our meeting is going to begin. То есть мы собираемся начать в 5. Мы выражаем намерение начать в 5. Но как оно получится, одному богу ведомо. И пример 4. The meeting will probably begin at 5 o'clock tomorrow. Встреча, скорее всего, начнется завтра в 5. Так как у нас появилось слово, выражающее мнение, probably, это не единственное слово. Мы разберем дальше еще несколько оборотов в соответствующем unity. Ну, в общем, когда мы выражаем мнение, которое именно, что наше мнение, наверное, встреча начнется в 5. Я точно не знаю. Это мое мнение. Когда мы выражаем мнение насчет будущего, мы используем future simple. The meeting will begin. Will probably begin. Ну, такие отличные примеры. Давайте еще разочек их прочитаем. What time does a team meeting begin? They always begin at 9 o'clock on Friday. We are beginning at 5 tomorrow. Don't forget. Our meeting is going to begin at 5 if the manager isn't late. The meeting will probably begin at 5 tomorrow. Отличные примеры. Двигаемся с вами к истории. Hi there. What are you doing tomorrow? As you know, I had a terrible cold about a week ago. I feel well now, but I want to make some tests to be 100% sure. So, at 11.30, I'm seeing the doctor. I hope the appointment won't take long, because I'm going to meet Sarah after it. We plan to go to the movies. We'll probably have coffee in our favorite cafe after the movies. We're going to see the movie called Green Book. It starts at 12 o'clock. I hope we're not late. Ну, давайте посмотрим, да? Давайте переведем для начала рассказ Клер. Привет, друзья! Что вы делаете завтра? Насколько вы помните, я недавно очень сильно болела, примерно неделю назад. Теперь я чувствую себя хорошо, но я хочу быть уверенной, я хочу сделать анализы, чтобы быть на 100% уверенной. Поэтому в 11.30 я вижусь с доктором. Я надеюсь, встреча не займёт слишком долго, потому что я собираюсь встретиться с Сарой. После этого мы планируем пойти в кино. Мы, наверное, выпьем кофе в нашем любимом кафе после кино. Также мы собираемся посмотреть фильм под названием «Зелёная книга». Он начинается в 12 часов. Надеюсь, что мы не опоздаем. Итак, давайте теперь посмотрим более детально. Текст просто-таки напичкан всеми вариантами будущего времени. Hi there! What are you doing tomorrow? Что вы делаете завтра? Вот такой вроде бы банальный вопрос. Что ты делаешь завтра? Но тем не менее, многие зададут его как What will you do tomorrow? Но есть разница между What will you do? И What are you doing tomorrow? Если вы спрашиваете What are you doing tomorrow? То вы хотите узнать о планах человека. То есть, не какие-то его мысли на этот счёт, а именно, что у него спланировано на завтра. И если у человека нет планов, он вам так и ответит I'm doing nothing tomorrow. И если вы его спросите What will you do tomorrow? Он начнёт гадать там Ну, может, схожу туда, может, пойду туда и так далее. То есть, суть вопроса будет абсолютно понята по-другому. Если вы не так, выберите время. As you know, I had a terrible cold about a week ago. Насколько вы знаете, я очень сильно болела примерно неделю назад. As you know, это вставная разговорная конструкция как бы ко времени вообще не привязана. Ну, как бы технически это present simple. Ну, в общем, просто насколько вам известно, как вы помните. As you know, I had a terrible cold about a week ago. Если мы видим a week ago, слово ago, это нам намёк, что нужно использовать времена группы past. Скорее всего, past simple. I had a terrible cold. Да? Have a cold это заболеть. I had a terrible cold. Я сильно заболела about a week ago примерно неделю назад. I feel well now, but I want to make some tests to be 100% sure. Я сейчас чувствую себя хорошо, но я хочу провести анализы, чтобы быть уверенной на 100%. I feel well now. Я сейчас чувствую себя хорошо. Feel well чувствую себя хорошо по здоровью. Обратите внимание. Именно слово well в связке с be или с feel. But I want to make some tests. Но я хочу провести некоторые анализы, как бы сдать анализы. Tests это не только тесты, которые там, я не знаю, мы по английскому языку пишем. Да? Если говорить о медицине, то tests это медицинские анализы. И, соответственно, если вы хотите провести, там, сдать эти анализы, make tests, да, I want to make some tests, для какой цели? To be, чтобы быть 100% sure. 100% это 100%. 100%. So at 11.30 I'm seeing the doctor. Тут, кстати, прикол, который, я надеюсь, поможет вам запомнить, как же называется собачка на английском языке, друзья мои. Собачка называется at. Точно так же, как предлог at. Абсолютно одинаково записывается. В русском этот знак мы называем собакой. Я слышала, что в разных языках этот значок называется вообще абсолютно по-разному. В английском называется как at. Поэтому, если у вас имейл раз, два, три, собака, там, rambler.ru, вы скажете 123 at rambler.ru. Ну, это будет так вот на слух звучать. Поэтому at в имейлах это собачка. So at 11.30, поэтому в 11.30 I'm seeing the doctor. Мы выбираем форму continuous, present continuous, I'm seeing, думаю, вы уже понимаете, почему. Потому что это разовая встреча с доктором. Она уже спланирована. Сара, ой, то есть Клэр позвонила доктору. Она договорилась о встрече. Доктор ее ждет на это время. Она записана. Поэтому она имеет полное право сказать at 11.30 I'm seeing the doctor. I hope the appointment won't take long. Because I'm going to meet Sarah after it. Я надеюсь, что встреча не займет много, потому что я собираюсь после этого встретиться с Сарой. Итак, я надеюсь, I hope. На что я надеюсь? Очень часто после I hope мы можем использовать либо future simple, либо present simple, для того, чтобы выразить наши надежды, связанные с будущим. В данном случае мы используем будущее. The appointment won't take long. Take long – занимать много времени. Appointment – встреча. I hope the appointment won't, will not, won't take long. Надеюсь, что встреча не займет долго. Because I'm going to meet Sarah after it. Потому что я собираюсь встретиться с Сарой после этого. I'm going to – у меня есть намерение. Я собираюсь это сделать. Ну, видимо, позвонит она Саре уже после того, как выйдет от доктора, да? И Сара будет где-то, видимо, недалеко. Потому что на точное время они с Сарой вообще не договорились, судя по всему. Такой вот интересный контекст выражают, обратите внимание, разные способы будущего в английском. We plan to go to the movies. Мы планируем пойти в кино. We'll probably have coffee in our favorite cafe after the movies. Мы, вероятно, выпьем кофе в нашем любимом кафе после кинотеатра. We will probably have. Видим, что слово probably выражает вероятность. Have coffee – выпить кофе. We will probably have coffee in our favorite cafe after the movies. Здесь просто мнение, да? Может быть, захотим выпить кофе, может, не захотим. Пока так. We are going to see the movie called Green Book. Мы собираемся посмотреть фильм под названием «Зеленая книга». Green Book – «Зеленая книга». Оба слова с большой буквы, да? И судя по формулировке we are going to see the movie, скорее всего, они определились только с фильмом, билеты еще не купили. It starts at 12 o'clock. Он начинается в 12 часов. Это расписание. Оно не зависит от мнения Клэр, от мнения Сары или других зрителей. Вот так вот составители дали это расписание. Подстраивайтесь, как хотите. I hope we are not late. Надеюсь, что мы не опоздаем. Здесь я I hope выразила дальше через present. We are not late. И так, и так можно. И, в принципе, особо это на смысл не влияет. Ну, вот такой вот текст мне кажется, очень интересный по части будущих времен, но, может быть, стоило его отодвинуть наподальше, да, когда мы пройдем все эти конструкции going to. Хотя, с другой стороны, стороны, друзья, мы-то все это проходили в грамматике простого уровня, да, в красном Мёрфи. Поэтому здесь можно сказать повторение. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Hi, there. What are you doing tomorrow? As you know, I had a terrible cold about a week ago. I feel well now, but I want to make some tests to be 100% sure. So, at 11.30 I'm seeing the doctor. I hope the appointment won't take long, because I'm going to meet Sarah after it. We plan to go to the movies. We'll probably have coffee in our favorite cafe after the movies. We're going to see the movie called Green Book. It starts at 12. I hope we're not late. Несколько вопросов на то, чтобы проверить, как хорошо вы утвоили материал. What are you doing tomorrow? You can write the answer right below this video. Why does Claire want to make some medical tests? When is Claire seeing the doctor tomorrow? What is she going to do after that? When does the movie start? Давайте переведем эти вопросы. Что вы собираетесь делать завтра? Вопрос лично к вам. Можете написать ответ в комментариях. Что хочет... Почему Claire хочет сделать медицинские анализы? Когда Claire видится завтра с доктором? Что она собирается делать после этого? Какие у нее намерения после этого? Когда начинается фильм? И здесь мы видим разные способы, как узнать о будущем. What are you doing tomorrow? When is Claire seeing the doctor? What is she going to do? И when does the movie start? То есть, практически обо всем поговорили. И, дорогие друзья, все, что вам осталось, это выполнить ваше домашнее задание. Я думаю, вы знаете, что с этим делать. Обязательно выполните это задание. Если у вас не получится сделать перевод текста, ничего страшного, но постарайтесь и обратите внимание на разные способы, как говорить о будущем в английском языке. Если урок вам понравился, не забудьте нажать лайк, оставить свой комментарий. До скорой встречи в новых уроках данной серии, данного плейлиста. С вами была Елена Вагнистая и желаю вам успехов в изучении английского языка. Wish you all the best in your studies. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok